Привет! С вами Юкар и вы, наверное, заметили, что на нашем канале очень много кроссоверов. В основном класса С. И некоторые из них в своих топовых комплектациях достигают предела в 40 тысяч долларов, а иногда и выше, как это произошло с CR-V, Mazda и CX-5 и Toyota RAV4 в топовой комплектации. Но что же делать, если вы хотите больше места, длиннее базу, лучший уровень оснащения и немного более серьезный полный привод, располагая теми самыми 40 тысячами долларов? У испанцев, точнее у немцев, есть ответ на этот вопрос. Субтитры добавил DimaTorzok Перед вами новый Seat Teraco. И это совершенно новый автомобиль с новым именем для бренда. И если вам кажется, что вы уже где-то такое видели, то вы не ошиблись. По сути, это тот же самый Tiguan Allspace, только с другим оформлением фасада и кормы. Общего у этих автомобилей, на самом деле, еще больше, если вы узнаете, что этот автомобиль собирается также в Вольфсбурге. Кроме Tiguan Allspace, у этого автомобиля также есть чешский родственник Skoda Kodiaq, которая уже продается в Украине достаточно хорошими темпами. Ну а Allspace, он был довольно дорогим для нашего рынка. И вот этот автомобиль, по сути, является тем же самым, но немного дешевле. Мало того, что Tiguan послужил базой, так он еще и вдохновил Seat-овцев, сидящих в Барселоне, сделать совершенно иной стиль оформления фасада автомобиля. Именно начиная с этой модели появилась так называемая фишка Soft Nose, которая теперь будет фирменной чертой новых Seat. Автомобиль оснащен хорошей новой светотехникой. Естественно, это Full LED. Здесь есть интересные предметы декора. На тест-драйве автомобиль у нас в комплектации Excellence. И отличить это можно на самом деле максимально просто только по наличию хрома на решетке радиатора. В остальном 19-е диски и, собственно, новый фирменный цвет, который вы получаете без доплаты. Он кажется зеленым и серым одновременно. Что касается других внешних отличий, то здесь, конечно же, корма. Корма тоже получилась своя собственная, но она не лишена новых деталей, элементов концерна ВАГ, то есть средняя промежуточная часть, которую обещают впоследствии подсветить. Естественно, выхлопные трубы, они здесь нарисованы, но не являются таковыми. Это просто псевдозаглушки. Ну и клиренс. Клиренс здесь приблизительно 19 сантиметров, заявленные 20. То есть как у Кодиака, как у Allspace. Что еще общего у этих автомобилей? Так это, естественно, колесная база. Это приблизительно 2,8 метра. Ну и общие габариты приблизительно 4,7 метра, что на 3,5-4 сантиметра длиннее, чем Allspace, в том числе из-за небольшого утиного носика. Ну и так как этот автомобиль семейный, стоит сказать, что здесь в этой комплектации 7 мест. Если мы говорим о втором ряде, то места тут очень-очень много. И с моим средним ростом мне действительно хватает места и для коленей, и для того, чтобы воспользоваться столиком, который на самом деле не является самой нужной и практичной вещью. Здесь достаточно небольшой центральный тоннель, который помогает нормально перемещаться внутри. Есть подлокотник. Подлокотник в двери и центральный находятся на одном уровне, есть подстаканники. Что же касается третьего ряда, то мы рискнем туда попасть. Ну, так или иначе, худо-бедно за собой я сесть могу. И даже отодвинуть немного на себя средний ряд. Но я не думаю, что это надолго, и это в принципе неудобно. Ну, для детей хватит. И, по-моему, в ТТХ написано, что максимальный рост человека сидящего на последнем ряду должен быть порядка 160 сантиметров. Ну, и куда больше интересного, естественно, за рулем. И тут, наверное, стоит также сказать, что в полной комплектации Seat Teraco оборудован очень-очень недешево. Да, здесь нет кожи, но кожа доступна за доплату. Собственно, как и панорамная крыша, как камеры кругового обзора, как музыка битсаунд. Но основным плюсом, я считаю, вот эту ткань. Вот эта вот мешковина, которая мне очень понравилась в Шкоде Корок, здесь она имеет несколько другое плетение, разбавлена алькантарой, и ее окантовывает, я так думаю, кожзам, но довольно крепкий. И все это дает восприятие очень такого теплого, уютного пространства вокруг тебя. Мне нравится такая ткань. В числе опций для большой комплектации также электрические регулировки кресел. Кресла у нас по традиции европейские, с правильной длиной подушки. Регулировки руля механические, но и по вылету, и по углу. Сам же руль в комплектации называется спортивным. Я не могу сказать, что он прям такой уж спортивный, толстый и так далее, но он очень приятный, комфортный на ощупь. Здесь есть буковка X, которая напоминает о высокой комплектации Excellence. Есть цифровая приборная панель, так называемая виртуальная приборная панель VAGA. Она здесь отрисована по-своему. Один из видов ее отрисовки похож чем-то на BMW, и мне показался наиболее удобным. В любом случае сказать, что эти приборы считываются вот прям элементарно и быстро нельзя, потому что ползунки наполнения белым спидометра и тахометра не замечаешь зрительно, и все-таки ориентируешься на оцифровку цифрами в правом нижнем углу. Слева, справа есть датчик температуры масла и количество топлива в баке. Основной мультимедийной системой пользоваться достаточно просто. Она похожа на аналогичную у Volkswagen и Skoda, но имеет собственный интерфейс, собственную отрисовку. Это приятно. Есть голосовые команды, много очень функций, которые помогают отслеживать метрику движения. В том числе вот воспользовался эко-тренером, который, скажем так, вас продуцирует на такую занимательную игру по пути на работу. Ехать плавно, экономить топливо. И на самом деле временами удавалось даже 7 литров солярки на 100 километров, что безусловный плюс. Есть подогревы, есть подогревы заднего ряда, и сзади и спереди есть климат. Он абсолютно ваговский, он абсолютно типичный Volkswagen. Тот же самый селектор переключения передач, те же самые кнопки. Ну и, конечно же, та же самая шайба переключения режимов полного привода. Полный привод здесь подключаемый на многодисковой муфте Haldex пятого поколения. И здесь есть и имитации блокировок, и перераспределение крутящего момента по всем четырем колесам. И, в принципе, машина ведет себя как очень цепкая, но сейчас, к сожалению, такая зима, когда снега нет, и вдоволь порезвиться с этой системой, к сожалению, не получилось. То есть, за деньги, за которые вы можете купить полную комплектацию кроссовера C-класса, вы также можете купить полную комплектацию кроссовера D-класса. Почему полную? Потому что здесь добротный салон, здесь есть отделка под дерево, здесь приличный руль, хорошие материалы, панорамная крыша, которая, к тому же, сдвигается своей первой половиной, полностью образуя огромный люк. Тут есть отличная музыка с сабвуфером, здесь есть дополнительно CD-чейнджер. То есть, весь набор систем безопасности и систем комфорта, которые отождествляют автомобиль с высокой комплектацией. При этом, даже в средней комплектации Style у вас тоже достаточно серьезный набор функций, с полным перечнем которых вы можете ознакомиться на официальном сайте Seat Ukraine. А больше всего интересен этот автомобиль в ходу со 190-сильным мотором и 400 ньютонометрами под капотом. Итак, у нас под капотом 2 литра на 190 лошадиных сил версия. А в качестве коробки у нас DSG DQ500, топовая коробка производства VAGA. Все вместе это дает возможность реализации крутящего момента 400 номов наиболее результативным способом через муфту Haldex 5-го поколения. Да, это очень стабильная компоновка. Это очень цепкий автомобиль в поворотах, несмотря на длину базы. И поверьте, за рулем этого автомобиля чувствуешь себя максимально удобно, комфортно и безопасно. Во-первых, тут уже нет ощущения хэтчбека на ходулях. Терака действительно по большей части имеет кузов универсал с повышенным клиренсом. И это куда более гармонично и как в городе, так и на трассе. И в целом автомобиль ощущается иначе. Что касается шумоизоляции, то на самом деле у меня нет к ней претензий, потому как во-первых, дизельный двигатель научили звучать более-менее пристойно и негромко. Моторный отсек хорошо изолирован. Есть виброизоляция днища, это ощущается. Ну и, конечно же, все шумы, которые сейчас проникают в салон, они по большей части по вине большой панорамной крыши, которой как бы может и не быть, если она вам не нужна. Не обязательно ведь ее покупать. Что касается подвески, то она здесь, естественно, независимая. Сзади четырехрычажная, впереди Макферсон. И, несмотря на клиренс, несмотря на то, что автомобиль все-таки достаточно немаленький, вы получаете очень внятный ход, но и сверхкомфортным его не назвать. Он скорее упругий, такой плотный, по-немецки, правильный, гармоничный, вкупе с рулем у которого есть довольно-таки четкий, правильный ноль. Вы получаете автомобиль с управляемостью близкой к автомобилям пониже. Но самое интересное, естественно, начинается на трассе. Ну, или на скоростном участке шоссе. Потому что рвется всех четырех Терака довольно-таки активно, весело и задорно. Динамика паспортная у этого автомобиля порядка восьми секунд. Многие коллеги намерили где-то 8.75, но тут есть нюанс. У Терака в топе есть лаунч-контроль. И это удивляет, потому что семейный автомобиль с лаунч-контролем при дизельном моторе это немножечко необычно, если не сказать уникально. Любые переставки, любые маневры он полностью себе позволяет и позволяет вам чувствовать некий азарт при вождении. Так что соскучать в этом автомобиле вам точно не придется. У вас как минимум две игры. Игра первая экономить с эко-тренером и игра вторая включить спортивные приборы и наслаждаться мощностью данного автомобиля. Причем, что самое опять же интересное и задорное в этом автомобиле мультимедийная система обладает не только спортивными дополнительными приборами, которые отображаются на центральном мониторе, но и таймером лучшего круга. То есть вероятно кроссоверы до такой степени всех достали или до такой степени кругом впечатались, что скоро мы их увидим на чайке. Ну и если серьезно, давайте по-честному. Кроссоверы C-класса, они, конечно, классные. Они небольшие, они совмещают в себе прелести хэтчбека с возможностью перепрыгнуть через бордюр, но уместить большую семью, собаку и кучу багажа они себе позволить не могут. А вот такой D-класс может. По стоимости D-класс и C-класс на сегодняшний день приблизительно равны. Нет, я сейчас не говорю о прекрасно сбалансированных по соотношению цена-качество там, скажем, Renault, Kajar или Opel Grandland X или конкурирующих Peugeot, которые имеют общую базу с Citroen, C5, Aircross. Я сейчас говорю о тех машинах, которые в нашей стране во всяком случае являются чем-то и престижным и интересным одновременно. Такие как Honda CR-V, Toyota RAV4, о чьей популярности в принципе спорить не приходится, Mazda CX-5, которую все любят и покупают. Но тут мы получаем гораздо больше за те же деньги. Тут мы получаем возможность нормального расхода топлива. Не 10, 11, 12, а в пределах 8 литров солярки. Хочешь ехать на все деньги? Ради бога, спорт режим, газ в пол и ты едешь как положено. На скоростях 110-130 по трассе машина ведет себя максимально стабильно и комфортно. Мало того, начинает потреблять порядка 5 литров, 6 литров солярки. И это тоже прекрасно. То есть хочешь большой багажник и не нужно 7 мест, берешь 5-местную машину 760 литров. Заодно экономишь деньги на третьем ряду. Хочется музыку? Музыка недорогая, порядка 600 евро. И это тоже не самая высокая стоимость среди прочих брендов. И в принципе Seat, ну не сказать, чтобы его там прям приплюснули, он стал просто немножко дешевле Шкоды, которая немножко завысила свою значимость. И в итоге мы получаем автомобиль, который можно рекомендовать к покупке своему другу или себе самому. Почему? Потому что он веселый, он не такой мягкий, он не такой грустный, как Кодиак. Ну, не в том плане, что грустный, а в том плане, что на Кодиаке вы вряд ли будете хотеть иметь лаунч-контроль. А вот на Терака посостязаться в светофорных гонках иногда имеет смысл. Очень странный, но имеет. В общем и целом, машина интересная, заслуживает внимания. Я думаю, что на нашем рынке он точно будет пользоваться спросом, но берите все-таки полноприводную версию на дизеле. Да, на 150-сильном, да, его можно будет найти и на вторичном рынке через пару лет, а потом чипануть до 190 сил. Ну, вы поняли, это ваг. Здесь допустимы некоторые вещи, которые программно корректируемые. И я думаю, что такой автомобиль сослужит хорошую службу вашей семье и, возможно, подарит те самые ощущения, которых вы ищите. Ну, а мы будем продолжать проверять кроссоверы, потому что 60% рынка Украины это именно вот эти все автомобили на ходулях. И разбираться с более интересными автомобилями в 2020 году достаточно новинок. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. До новых встреч! До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова